Компания АТВ Армор представляет вашему вниманию Предпродажную подготовку квадроцикла CFMoto X8 Как проходит предпродажная подготовка и зачем она нужна? С завода производителя квадроциклы доставляются на фуру, упакованных в коробку, с металлическим каркасом внутри, чтобы при транспортировке максимально защитить квадроцикл от повреждений. Квадроцикл при этом немного разобран. Передние колеса, некоторые пластики, зеркала аккуратно упакованы и сложены, чтобы коробка была более компактной. Вначале обслуживаем аккумулятор, так как он приходит не готовым к эксплуатации и нуждается в предпродажной подготовке. Посмотрим, что в коробке. Специальные пластиковые колбы с электролитом, сам корпус аккумулятора, инструкция и ремни, ручки. Заливаем электролит. Все сделано так, чтобы не пролить жидкость. Устанавливаем крепежи для клемм, предварительно зачистив места крепления. Ставим на зарядку примерно на 6 часов. Итак, далее приступаем к сборке квадроцикла. Поднимаем переднюю часть специальным подъемником. И в первую очередь, производим протяжку и проверку всех узлов подвески. Особое внимание к тормозной системе. Выкручиваем направляющий болт и смазываем специальной смазкой, чтобы не закисало и обеспечивало свободный ход и четкую работу суппортов. Выполняем ту же процедуру с другой стороны, тщательно протягивая каждый болт и гайку. Прикручиваем на место колеса. Опускаем квадроцикл и скатываем его с металлической подставки. Проверяем укладку шлангов. Поддомкрачиваем заднюю часть квадроцикла и снимаем колеса, чтобы освободить доступ к задней подвеске. И снова протягиваем все болты и гайки. Далее шприцуем необходимые места специальной смазкой. Прикручиваем колеса на место. Кладем стандартный набор инструментов в специальное место под сиденьем и воронку. Прикручиваем управление лебедкой. Закрепляем руль в нужном положении и прикручиваем декоративную пластиковую накладку. Также устанавливаем зеркала на место. Прикручиваем пластиковую накладку на передний бампер с символикой производителя. Как видите, это придает особый вид и красоту квадроциклу. Прикручиваем багажник и ставим на место спинку для второго пассажира. Прикручиваем фаркоп. Все необходимые части квадроцикла собраны. Приступаем к проверке уровня жидкостей. Проверим передний редуктор. Эта процедура очень важна, так как без жидкости редуктора придет негодность за считанные километры, а то и метры. Поэтому никак нельзя упустить из виду эту жизненную важную проверку. Так, масло есть и на нужном уровне. Также проверяем задний редуктор. Тут необходимо долить масло, что наш механик и делает сейчас. Масло доливаем в нужной марке, заявленной производителем. Масло другой марки мешать не рекомендуется. Проверяем уровень тормозной жидкости в резервуаре на руле, а также в емкости снизу. И это обязательно. Теперь проверяем уровень масла в двигателе. При необходимости доливаем и снова проверяем. Все, уровень в порядке. Приступаем к проверке охлаждающей жидкости. Доливаем и смотрим, не протекает ли жидкость в местах соединения шлангов. Давление в шинах. Также проверяем и при необходимости подкачаем. Возвращаемся к аккумулятору. Закрываем заливные отверстия специальной крышки. Устанавливаем на квадроцикл. Места соединения клемм смазываем специальным раствором, влаго отталкивающим и предотвращающим закисание проводов. Доливаем бензин, так как при транспортировке его практически нет в бензобаке, без соображения безопасности. Приступаем к проверке электрики и осветительных приборов на работоспособность. Свет фар ближнего и дальнего освещения. Аварийных сигналов и поворотик. Также задних фонарей. Стоп-сигналов при разном нажатии. На педаль ножного тормоза, ручного тормоза и вместе. Аварийный сигнал и поворотники. Все исправно работает. Теперь проверяем работоспособность лебедки. Подключение и отключение переднего моста. Включение и выключение межколесной блокировки переднего моста. Теперь заводим квадроцикл и проверяем, дает ли необходимую зарядку генератор. Оставляем квадроцикл заведенным и дожидаемся включения вентилятора охлаждения. Все работает. Теперь проверяем тормоза. Ручной, ножной и вместе. Проверяем включение и выключение коробки передач. И последняя проверка. Выкручиваем датчик и замеряем давление масла. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давление в норму. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Далее механик заполняет чек-лист и фиксирует это в сервисной книжке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После чего передает документы начальнику сервисной службы, который, в свою очередь, проверяет, все ли заполнено и выполнено механиком. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, квадроцикл готов к продаже и эксплуатации. При покупке квадроцикла проверьте эти отметки в сервисной книжке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон»